При камне в двигателестроении, если и не впереди страны всей, то как минимум в лидерах. Чтобы оценить наработки пермских предприятий и проверить выполнение госзаказов, в краевую столицу прибыл вице-премьер правительства страны Дмитрий Рогозин. Вместе с губернатором Краевиктором Басаргиным он посетил энергоблок предприятия Лукоил Пермнефтерок Синтез, где для выработки энергии применяются двигатели пермского производства. А на пермском моторном заводе заместителю председателя правительства показали двигатель нового поколения ПД-14. На сегодняшний день заводом собраны 7 образцов двигателя. В ноябре начнутся летные испытания на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Планируется, что серийное производство будет начато в 2017 году. Объем какой у нас будет? Это 14, когда вы в серию войдете. Понятно, что оно будет развивать серию. Вот он показывал, на 50 двигателей в год. К сожалению, снимать двигатель нельзя, разве что плакат с его изображением или же 3D-модель. Как-никак, разработка секретная. Перспективный двигатель с тягой 14 тонн или ПД-14 – это важнейший стратегический проект для гражданской авиации страны, который позволит отказаться от устаревшего оборудования и зарубежных компонентов двигателей. Этот шаг позволит стране вернуть былые позиции не только в производстве самолетов, гражданской авиации, но и вертолетов. После осмотра цехов вице-премьер провел совещание, речь на котором шла о комплексном развитии двигателя строения. Кроме нас с вами, никто никаких иных решений в области развития двигателя строения и в целом машиностроения принимать не будет. Вот в этом кругу мы должны с вами все внимательно проанализировать и расставить все точки над «и». А дальше просто жестко действовать, следуя намеченному плану, контролируя каждый этап. Спрашивать друг с друга, что сделано на каждом уровне кооперации. Дмитрий Рогозин высказал планы по созданию в прикамье научной базы, которая бы включала в том числе научные школы по двигателестроению. У нас серьезные планы по развитию здесь и ракетного двигателя строения на базе протона. Это очевидное решение, которое, я надеюсь, скоро будет принято государственной корпорацией «Роскосмос» о создании двигателя строительного холдинга. Соответственно, будет оптимизирована структура этого холдинга. И здесь, конечно, я думаю, Пермь сыграет свою роль. Губернатор Пермского края поддержал такую идею и рассказал о реализации в регионе поставленных федеральным правительством задач. Мы три года не стояли на месте, двигались в направлении ракетного двигателя строения, авиационного двигателя строения. Все эти вопросы продвигали. Ну и третья наша тема, вот тоже ее обозначили, это наземная, как мы говорим, тематика. Все, что связано с использованием наших двигателей в выработке электроэнергии. Выполнение поставленных задач в высокий уровень развития отрасли уже обернулись для прикамеря рядом предложений. Так, по приглашению Дмитрия Рогозина, делегация от Перми примет участие в поездке по странам Ближнего и Среднего Востока, где будет возможность презентовать свою продукцию. А также станет участником выставки «Российское и китайское экспо» в Харбине. Андрей Голдарев, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта».